Так, друзья, продолжаем. Одну серию мы сняли из этих советов Железова на тему «Исключение болезней, гибели саженцев при пересадке». Рассказала примерно половину того, что собирался рассказать. Кстати, не сделают ли нам экран пошире. Вот так, например. Вот. По-моему, сильно широкий. Чуть-чуть уже. Вот, нет, еще чуть-чуть уже. Вот так вот, например. И дошли мы до пункта 7. Видите, чем Железова отличается от людей? Сохранность корневой шейки. Пункт 7. Итак, продолжаем. Основу, так, сохранность корневой шейки и основание штамба – залог здоровья дерева. Вот. Важнейший момент – сохранность корневой шейки. Деревья из полупустыни могут жить там, где много воды. И, наоборот, получается, что проходил я когда-то, как металлург, то, что называется коррозия металла. Самое большое воздействие, а его можно распространить на судоводство. Как там по памяти, то есть вспомнить учебник металлургии. Самое большое воздействие материал испытывают на границе среды. Так вот, для нас, садоводов, вода, или даже если воды нет, то почва и воздух, на границе почвы и воздуха – это и есть максимально опасное воздействие на живую природу, на штамп дерева. Она просто гниет, поэтому природой предназначена иметь корневую шейку, и нельзя ее вниз глубоко закопать, вниз, и нельзя ее поддергивать вверх. Об этом пойдет речь. Мои фотографии очень красноречивы, можно было бы даже по принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Видите? Вот что случается – молодая груша погибла. Молодой абрикос погиб. Замульчировали, полили несколько раз. Все, прощай. Прекрасный абрикос с прекрасными плодами. Обрезка верхней части кроны переприсадки – это и есть максимальная переживаемость на новом месте. Внимание, друзья! Прекрасный абрикос сажать нельзя, хотя так сажает вся страна и весь мир. А так сажать железо. На снимке, кстати, мой сын – железо. А вот это рука другого железа. Это был Артем, а это железо Сергея. Еще один мой сын. Вот это вот фотография специальная для того, чтобы вы повторяли это за мной. Результат – низкоштабовая крона, защита от ураганных ветров и комфорт. Вот видите, как здорово. Это мой саженец, подаренный моим друзьям из поселка Сизая. Очень удача сниму. Массовая гибель саженца от грозунов. Панацея – отравленное зерно садо-эпидемостанции. Но можно потравить птиц. Опять, как в следующий снимок, что можно дальше и не размогольствовать. Почему в ямку? Надо, чтобы туда могли добраться грызуны. Поэтому я использую неровности. Главное в саду – защита от мороза. Причем ничего самому делать не надо. Да, никаких этих. Для нас работа в саду, она каторгана. Если все собрать, что придумали, это получается дикость какая-то натуральная. Итак, плотный дерн – защита от мороза. Снеговой покров – вторая линия обороны. Опавшие листва убирать нельзя. Третья линия обороны. Муравейники. Неприкосновенная часть сада – это главная защита. И не верите злобным специалистам. Они действительно злобные. Они не знают, что муравейники – это целая цивилизация, не уступающая нам даже по уму. Просто им не повезло, что они маленькие. Были бы они размеров человека. Сейчас бы на земле не было ни одного человека. С их умом, с их трудолюбием, с самотверженностью, героизмом. Это просто надо погрузиться в этот мир и беречь, и беречь, и беречь, и беречь. Помните, я показывал это сам? Как фотогалерею. Это же им благодаря. Вот сейчас бы стать немножко поклонницей. Это я, прикол мой. Ниже – вождь и главный защитник моего знаменитого сада. Видите? Здорово. Вот он. Один из последних настоящих плодопитомников Саногорска. Володя Тотаров с настоящим садом, настоящими саженцами. Это пример для наивных садоводов, кормильцев. Миллиарды людей. Более двухсот живых питомников, присвоивших моей фотографии. А вот настоящий садовод. И что интересно, у него всё это есть. Он на рынок привозит бёдрами фрукты эти же. И это Сибирь. Почувствуйте акцент в тексте и научитесь выращивать сами. У меня же научительница. Она говорит. Я была на рынке. Там такое этот самое. Смешно сказать. А мы не замечали. И я не замечал. А там стояла машина эта. Несколько недель. Уже выбрасывали на двое садоводство. Уже давно проросли почки. А они всё стояли. И только когда она мне сказала, что у них акцент. Хотя она не садовод и не разбирается с садоводством. До тот момент, когда это было речь. Долго вникала. Но тут сработало преподавательское мастерство. Мастерство преподавательский. Как его назвать по-другому. Опыт. Она приходит и говорит. Валера, ходи посмотри, что творится. Я прихожу, беру фотоаппарат. Мельбаранный. Жигловская. Семеренка. Самое смешное. Привозится Средняя Азия. Фотографии из интернета. Видели? Персик Долуны. Восточный. Абрикос Хабаровская. Яблокоопорно. Не яблоко. Ой, не могу. Вот эти вот цветочки. Это принцип того, что... Ну, в общем, всё это придумано. Придумано. Всё это с интернета. Долуны. Восточный. Поздно. Жульска сдохла. Вот это вот. Продается, бывает, ещё весь июнь. Люди берут и не подозревают, что дерево погибло только потому саженцы. Что эти листья уже продолжать расти не могут. Только... А это, умереть. А за ними все деревья. Сразу. Вот смотрите ещё. Хотите сохранить? Вот такое. А вдруг отрезайте 95%. Оставляйте 2-3 почки. Глядишь, ещё... Так, при таких прочих условиях. Июнь месяц. Прочих. Вот. Корни, наверное, как дерьмовые. Так, при мне саженец убеждал наивного садовода, что саженцу корни не нужны. Это было. Это я фотографии делал. Думал, сейчас драку кинется. Надо делать фотографии тайком от продавца. Вдруг, думаю, морда полезет. А здесь ура. Саввес уже растёт и продолжит рот после покупки. Дудки в костёр. Это мой Сергей, сын, получил из этого из Крыма. Предатели. Не могли месяца раньше прислать. Они же заранее. Они же могут копать на месяца два раньше. Всё, всё выбросили. Мои фото в Москве в январе 2012 года. Продажа мёртвых. Не саженцев продажа, а мёртвых саженцев. В элитном магазине. Слава честным продавцам. А не знаете, почему честное? У меня такое впечатление. Ни покупатели вот такие, как эта дама. Ни продавцы. Они и те, и те не знали. Вот. А дело было так. Сунул я, посмотрел, достал. Увидел саженцев такие вот. Они мёртвые. Всё мёртвые полностью. Вот. Меня прикрыла от охранников. Это моя спутница Мараховская. И я взял и тайком сфотографировал. Тоже боялся. Начну там засвечивать. Вот этот позор. Продажа саженцев, зимующих на морозе. Данное нашей семьи. Вот, видите, там. Вот сюда нажимаешь, мы оказываемся на моём сайте. А вот мой электронный адрес. И все данные. Ничего не забыл. Телефон рабочий. Телефон мобильный, домашний. Адрес. Ничего не скрываю. И не прячусь за этими собачьими кличками, как другие. Вот. Это уже Сергей Железов. Ну что, расстроился покупатель? Нет? Сильно расстроился? Сейчас расстроится. Сказать почему? Сейчас Железов вот так половина-то отрежет. Вот тогда у него улыбка исчезнет. Но это надо. Вот. Вот это он готовит очередную поездку в Красноярск. Посмотрите на качество. Внимание, мошенники. Ниже в маленьких квадратиках первая сотня мошеннических фирм, торгующих, сами не зная чем. Но с фотографиями украдены с моего сайта. Значит, каждый квадратик – это фирма. Вот моё, 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 моё. Вот эти маленькие. Это всё, если... Это целый сайт просто винограды взял и сделал их, как бы сказать, компактно, как бы. Как бы им их назвать-то это? Калаш. Вот. Тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть, три, двенадцать. Ещё. Посмотрите на этот ужас. Все торгуют, все перекупщики сплошь. Или собственная дрянь, но украшенная моими фотографиями. Приведитесь. Это всё с моего сайта. С моего сайта. Все вот эти фотографии. Причём многие используются многократно. Вот она. Одно и та же. Здесь, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. Семь сайтов присвоили эту фотографию. Ну и другие они меньше. Вот. А вот эта фотография, вот, где курсор, где слева, я показываю. Наверное, сайтов двадцать или тридцать к нашему, к настоящему времени. А может уже и пятьдесят. Вот это тихий ужас. Каждый квадратик, вот квадратик. Квадратик – это сайт. Вот. Один из примеров. Вот это уже двадцатый пункт, почему у нас гибель, болезни, и нет ни черта в стране. Один из примеров. Предприниматели из Абазы. Смотрите, статью на сайте. Все десятки питомников из России, Урала, запретили приехать за саженцами для промышленного сада. Только по поясе. Даже если 20 километров. Представляете? Специально это делают. Почему? Какой дурак, увидев саженец, не станет его покупать. Даже дурак мне не так, не станет покупать. Присмотрели фото, сами выращивайте. Вот. Не дождетесь. Не дождетесь. Сами. Шедевры из посылок. Где Валидо? Казалось бы, ну что? Он даже еще может выживеть. Да, Железов советует вам. Вот здесь обрежьте. Если такой вам пришлет. Подлинненький. Обрежьте. Вот тогда еще, может быть, вот эта почка пойдет рост. А так саженца хана. Крупный план. Как говорится, без комментариев. Еще одна. Вот эта дама. Хвастается, какой из-за легалепный саженец. Ну, забыли корни. А она говорит, ну, какой замечательный посылку получила. Боже мой, наивность такая. Вот. А это все тот же Крым, что Сергей получил. Мы же не драки. Мы хотели, сразу получив, черенки взять на это. И привить на место супермарсокий подвой. Когда прислали? Вы видите, в Сибири уже цветет это. Груша. В Сибири. У них два месяца было, чтобы прислать. Подлость какая. Это тоже причина гибели. Пленку не снимают. Ну, не снимают и все. А когда снимаешь, это самое, уже. А. Вот еще. Это мне прислала беженая. Говорит, вот получил из раскрученного питомника. А вот гнилой. А это вообще шедевр, шедевр. Мало того, что это питомник у Тепова прислал это дерьмо. Не прислал, а выставил на продажу. Вот. Так он еще и нарисовал, если вдруг не помрет, чтобы обязательно уничтожить вот эту дебильную обрезку. Еще и надо же как красиво. Солидно. Спросить бы только деревья. Им надо вот эта вот обрезка дебильная. А это как? Еще круче. Самый крутой питомник России. Вот этот человек уписал. Корни живы. Видите, он через параллель, через дырку. Только крона-то уже нет. Ладно. Еще один такой же. Ужас. Ниже все наоборот. Уничтожаются важнейшие нижние скелетные ветки. Смотрите. Это ужас. Вот это страшно. Это предательство. Люди не знают, что нельзя. У привитых саженцев нельзя делать искусственный штамп. Ему не положено это штамп по генетике. Он настоящий полковник, питомник. Вот он настоящий. Вот такими корнями продает Сергей. Если уж приходится выкапывать без горшков, стряхивать, делали. Ну что делать? Посылку-то не сунешь. Посадка в сентябре с листьями, а потом зимует и весной приливаются. Вот. Ни одного случая гибели при посадке осенней. При осенней посадке, подчеркиваю. Так. Вот результат. Мне нравится. Это прям питомники. Если уж умудрились не продать, он тут же начинает плодоносить. Что нам стоит сад построить? Нарисуем, будем жить. Так вот, подлость великолепная. Подлая подлость. Самая подлая подлость, которую можно только представить. Подлецы. Небрежная посадка. И вот корни висят в воздухе. Несмертельно. Народ замедлен. Пока пройдет адаптация. Это я проглядел. Врать не буду. Зато делал учебное с ним. Не повторяйте эти глупости. Артистам нужно заработать. А деревьям нужна маленькая ямка под корни. И стерильная земля. Где процессы гниения, брожения закончились сотни лет назад. Вот это мой как бы постулат. Стерильная земля. Все, вот эта дурь. Что все это надо в яму. Перечислять это ужас. Это только для этого самого шоу. Это артисты. Хотя человек имеет звание кандидата наук. Якобы садовод. На самом деле это все то. Потому что они не выходят за рамки того, что когда-то было распространено, привело к гибели миллионов деревьев. Или к болезням. Но раз не могут, ну как сказать, все это понятие осознать, то им остается только вам, ну как, пудрить голову. Повторяю, ямка, стерильная земля, где процессы закончились еще тысячи лет назад. Это крупнейший питомник. Вот раньше я стеснялся говорить, вот они сады России. Умер нормальный мужик, генеральный директор. Сейчас его только ругают. Ну ты как они не ругают? Ведь я понял, они в России, сады, все нормальные. Я там был в гостях, все, я был там почти как ревизор. Мне все показали. Вот. Я статью про них написал. Приглашали работать туда. Но понимаете, что у них до сих пор нет мозгов. И я им говорю, ну нельзя, ведь человек у вас купит саженец, прочтет у вас, посмотрит на вашем же сайте, это с вашего сайта НПО, как его сгноить. И он не понимает, что нельзя так делать. Сгноит, а потом вас материт, уже вся страна вас проклинает. Ну, ну ни стыда, ни совести. Главное бы это было сто лет назад. Фотографии я делал. Осенью, просто осенью, прям с экрана. Как не стыдно. Попробуйте хотя бы частично вкрыть персик. Один из моих советов. Беру бревнышко, придавил, и все, больше ничего не делал. Ну, мало ли, случится даже страшная зима. Вот. Это ж персик. Правда, таких случаев не было, но, допустим, вот здесь бы он замерз по уровню снега. Беру, выпрямлю эту ветку, и будет дальше расти. Массовая гибель из этого клея. Подлый клей, подлейший. Люди, ничего не понимая, мажут прямо на штамп, и деревья сгнивают. Вот так вот. Тридцатый пункт уже. Наоборот, массовое спасение. Вместо обычного приема прикапывания на деле медленное гниение, точнее, гниение в прикопе. Вот мой вариант. Уже посадил на постоянное место и окучил. Приходит весна, тает вот это вот самое, курганчик. А вы ручками раз, 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 постепенно. И все равно холм останется, но уже пологий холм, уже законный. Тот, который на все, со всей жизни. А вот этот прикоп спасает деревья. А что такое прикоп почти горизонтальный? Прикопался, ура, снег выпал, через неделю снег растаял, опять вернулся, хлюпаясь до почти дожди. Вот. И начинается гниение. Груши не выдержит, абрикосы не выдержит. Но яблони чаще выдерживают, да тоже могут быть подпорчены. 31. Впереди зима, а персики не росли в России. Вот. Сделали мы учебный снимок. Вот так вот. А все остальные годы, не считая вот этих, за все годы я укрыл, то есть мы всего три попытки, и то только ради этого. Тут же рядом остальные персики стояли, как стояли. Поверьте, все это правда. Мои персики считаются неукрывные для большей части России. Называется персик Хасанский. Вот. А вот еще, значит, в плане повышения квалификации подрастающего поколения, вот, я только посадил и сказал ему, Тимоша, зарабатывай деньги, а то ведь все деньги нужны, а это самое, работает дед. И вот получилось так, что, придумав его работу, я заодно сделал учебный снимок. Сейчас, если вы заглянете этой зимой, фотографии Куча, правда, они в другом месте. Вот, ничего не укрывается. Эту фотографию мне прислали, просто использую как учебную. Это же не лень было. Это та самая, как она называется-то, стеклоткань. Когда ее обматываешь, вот так вот, да, первое, не надо белить, то есть, побелка страшна, опасна. Вот, она уже заменяет побелку, она утепляет, два, и мыши должно быть спасти. Один случай, я знаю, когда прогрызли мыши. Вот, это исписимо. Укрытие естественное. Вот, в Атопийске зачарованного себе садовода. Сейчас я продаю эту книгу за 600 рублей. Это, пользуясь случаем, я, осталось мне 4 минуты, я провожу рекламную паузу. Брошюра 100 рублей, один экземпляр, 50 рублей, если не меньше 4, куплено. Ценейший материал, кстати, хороша, как подарки. По 50 рублей получается, и всем родственникам, и всем друзьям. закончилась книга «Северный сад». Зато есть еще электронная версия, видите, и той книги, и той книги, мало ли. А вот первичная лента одной составляющей успеха. Чем хороша эта реклама, тем, что вот сюда нажимаешь, так, а, это же я перефотографировал, то есть если обратиться ко мне, то я могу этот материал по привычной ленте прислать, и вот здесь практика прививки, ценнейший фильм снятый, вот только вот здесь я вам открыть его не смогу, потому что это я фотографии делал. Ну, как сказать, цена упаковки 500 рублей, она того стоит. Все, друзья, закончилась вторая половина этой темы про гибель саженцев. Надеюсь, вам не было скучно, надеюсь, нажмете на лайк, потому что если бы это смотрели миллионы, а не там 200-500 человек, а миллионы, ой, чем было бы, настолько всего у меня тут две минуты осталось, да, вот, кто-то мне поверил, смотрите, внимание, кто-то мне поверил, и уже, используя мои фотографии, продает саженцы, хотя бы три года назад впервые у меня выписал косточки, и сразу питомник, и есть такое дело, вот, видите, я ничего не преувеличиваю, вот так вот, поэтому, правда, он немножко это, сильно смелый, и так как выращивает без косточки, то вот эти вот качества могут, скорее всего, не повторяться, и могут где-то и морду набить, видите, фотографии это мои, а, ну, это фотография из привита, где яркий пример, ребята, закусучивайте рукава, вот, все равно лучше иметь такие потомки вот этих вот моих, чем покупать на рынке всякую дрянь, начинайте с косточек, заказывайте косточки, можете у меня, вот, выращивайте сад, а хотите сразу и питомник, но питомники хороши именно вот эти скромные манджурские сорта, китайские, сливы, вишни, это можно действительно не бояться, что морду набьют, выращивать, еще не привая, продавать с саженцами, а привитые деревья, это будет совсем другая история, вот, что я хотел сказать, все, друзья, заканчиво наше свидание полчасовое, вот, полчасовое, полчасовое, здесь общение со мной, и все-таки не удержусь, вот, еще раз, вот, это мой вебинар, если он был первого числа, то следующий вебинар будет восьмого, потом пятнадцатого, и так каждый понедельник, вот, теперь я с вами прощаюсь по-настоящему, до свидания, до новых встреч, долго ждать не придется, как фильмы появляются по одному через день, и будут появляться так, если, может, всю мою оставшуюся жизнь. по-настоящему, по-настоящему,